Мандалей Бэй Может быть это не мезида для Роя Джонса, как многие считают, богиня мщения. Тарвер, который убежден, что он выиграл предыдущий бой, а ведь стоит признаться, Рой Джонс действительно выглядел не очень убедительно в том бою. Тарвер, который обещает низвергнуть Роя Джонса, великого Роя, с пьедестала. Это действительно очень хороший боксер. У него много чего было в прошлом, в том числе и пристрастие к наркотикам, которые, как уверяют, он преодолел. Тарвер, очень волевой боксер, потому что в его карьере был момент, когда он вел бой со сломанной челюстью. В общем, Тарвер, это, конечно, один из сильнейших боксеров мира сейчас. И не только в этой весовой категории. Тарвер обнимает президента WBC ХС Сулеймана. В общем, для Тармера это момент истины, так же, как и для Роя Джонса. Вот этот бой. Этот бой, его исход поставит все на свои места. И вот Роя Джонс, собственная персона. Его встречают ревом восторга и воплями негодования. Полный раскол в боксерском сообществе. Многие считают, что Рой проиграл предыдущий бой Старвера. Но надо вспомнить, что такое Рой Джонс. Если просто не учитывать, что большинство в мире считает его лучшим боксером мира, вне зависимости от веса, не нужно забывать, что Рой Джонс это, в общем, натуральный средневес, который умудрился вам в последующих категориях просто расчистить эти категории, стать чемпионом и в среднем, и в суперсреднем, и в полутяжелом весе. А потом он, намотав на себя гору мышц, стал чемпионом мира супертяжелой весовой категории. После этого он должен был вернуться в свой изначальный вес, полутяжелый. И вот эта сгонка и привела к тому, что он был не похож сам на себя в том бою Старвера. Многие так считают, и он тоже так говорит. Итак, друзья, 12 раундов боя за звание чемпиона мира в полутяжелом весе. Дуэйн Форд, Дэй Моретти, Джерри Ротт, три судьи. Джей Нэйди, рефери. Я думаю, сейчас лучший рефери в мире. Девочки и джентльмены, давайте готовим рамбол! Представляем Тарвера. 35 лет ему. 21 победа Два поражения 17 побед в нокаут Поистине задача перед Тарвером Доказать, что он лучше Джонса А значит лучший боксер в мире Вообще Антонио Тарвер Да, поистине Это серьезный Может быть самый серьезный Соперник, с которым встречался Рой Джонс 35 лет Рой Джонс 49 побед Одно поражение 38 побед нокаутом Помните Это поражение Ввиду дисквалификации Угорячился тогда Рой Джонс И ударил Монтелла Гриффина Когда тот В общем стоял уже на одном колене На полу Вот это его поражение Да, наверное трудно все перечислить Все достижения Роя Джонса Рой Джонс Рой Джонс Рой Джонс Рой Джонс Он сам этого хотел Он так же как и многие Таланты Предпочитал процесс Результату Ему нравилось Тянуть время Вот такого я еще не слышал Тарвер Публично Заявляет Больше тебе нечем будет оправдаться После сегодняшнего боя Говорит он Рой Джонс Никаких оправданий Никаких аргументов Тарвер Неудобный противник Он левша Он намного выше Роя Кстати Джонс Это никогда не смущало И Джонс начинает С первого раунда поджимать Сегодня действительно испытание Для обоих Слишком много было сказано Перед боем Особенно усердствовал Тарвер Слишком много предсказаний Слишком много обещаний было Вы знаете Поразительно Но в Соединенных Штатах Есть целая когорта Ненавистников Роя Джонса Причем Среди них хватает людей Из прессы Из телевидения тоже Это люди Которые В общем всячески пытаются Преуменьшить достижения Джонса И они все предсказали Что Тарвер Сегодня победит Посмотрим Как это будет Джонс Забавно Его мечта Была встретиться с Тайсоном Он и готовился Он так и засиделся В этом супертяжелом весе Не получилось Джонс Судя по всему Настроен Очень Решительно Это вызов Для него Вызов Которых уже Давно не было Бой Против Монтелла Гриффина Который Он тогда Проиграл Ввиду дисквалификации Вызвал Тоже Волну Критики И вот В реванш Он вышел И срубил Монтелла Сразу же Напоминаю Что он тогда Сказал журналистам Вы меня вынудили Я не любитель Выигрывать Нокаутом Сегодня ему Придется Выкладываться Полностью Раунд За Роем Джонсом Он сработал Собрано Жестко И без Всяких Фортелей Олк Меркерсон Тренер Бессменный Тренер Роя Джонс Говорит Держи Под контролем Его Заставь Его Понервничать Тренер Старвера Бадди Макгирт Который Работает Вы знаете Еще С Артуром Гатти Сам В прошлом Великолепный Профессиональный Боксер Сейчас Требует Джеб Джеб И джеб Да Да Немножко Скованным Выглядел Тарвер В этом Раунде Вы Помните Что делал Джонс В первом Бою Пятился Стоял У канатов Принимал На себя Атаки Сейчас Этого Делать Нельзя Очевидно Основное Орудие Конечно Это Правая Рука В бою Против Тарвер Тарвер Это Знает Тарвер Знает Что Джонс Может Ударить Тарвер С ударом У него Все В порядке По-тарвер По-тарвер По-прежнему Скорость У Джонса Не утеряна Действует Действует Быстро Первый раз Мы видим Великого Роя Джонса На полу Он не встанет Я думаю Что он не встанет Ну что тут сказать Это потрясение Это шок Для всех Что творится Тут сбили камеру У Тарвера Истерика Джонс Первый раз Оказывается В положении Многих Многих Своих Противников Которым Вот так Вот Светили В глаза Фонариком Которых Поднимали С пола И которых Доктор Маргарет Гудман Потом Отправляла В госпиталь Увы И великие Бойцы Проигрывают Это был Левый Круг Разящий Круг Слева А могло Быть Иначе Не опустит Тарвер Голову Вот этот момент Еще долго Будут Рассматривать Долго Будут Смаковать Разные Телеканалы Вот так Закончилась Эра Великого Боксера Который Сделал Эпоху В мировом Боксе И который Я вас Уверяю Останется В зале Слава Видно было Что Рой Не встанет После этого Удара Что-то будет Будет ли реванш Еще один бой Вернется Вернется ли Рой Джонс А ведь он Собирался Вообще Провести Еще пару Боев И уйти С ринга И этот Противник Этот Антонио Тарвер Наверное Не позволит Ему Это сделать Полное Самообладание Рой Джонс Он даже Не демонстрирует Его Он просто Действительно Такой Человек Он по-прежнему Уверен В себе Ну и Дон Кинг Тут как тут Рядом Я представляю Как радуются Сейчас Многие Многие Недруги Роя Джонс Давайте Давайте Не будем Забывать Практически Не было Ни одного Великого Боксера Который Не проигрывал Да Друзья Всего Лишь Во втором Раунде Все это Все это Да Магикмен Действительно Магия Какая Антонио Антонио Тарвер Одерживает Победу Сенсационную Победу Нокаутом Над лучшим Боксером Боксером Мира Роем Джонсом Младше Я думаю Спор этих Двух Бойцов Не кончен Он Будет Продолжен Без Всякого Сомнения Когда Мы Узнаем Скоро На этом Я прощаюсь С вами Друзья Желаю Вам Всего Доброго До Новых Встреч Продолжение следует Продолжение следует